Всем привет! В этом видео хочу показать вам свой заказ Фаберлик. Это заказ по 14-му каталогу. Там почти весь заказ, если честно, состоял из продуктов BSC, про которые, в принципе, мне есть что сказать, наверное, как и многим. Заказ везли мне 2,5 недели. Предыдущий каталог, он, в принципе, действовал всего лишь 2 недели, и они не уложились, доставка у них перешла еще на 15-й каталог. И вот напишите мне в комментариях, кто с этим сталкивался. Я, получается, в течение 14-го каталога сделала заказ, я его оплатила сразу же, и у меня почему-то пропала вкладка Фаберлик Лайк. Ее просто нет. Девочки уже говорили через компьютер зайти, перезагрузить, ничего только не сделать. Я все сделала и новые приложения скачала. Нет этой вкладки. Я так понимаю, она пропала, потому что я в течение 14-го каталога не забрала свой заказ. Но как я его могу забрать, если они сами просрались с этой доставкой? Продукты Биоси, их постоянно нет в наличии, поэтому с доставкой прям совсем беда. И я так поняла, многим девочкам везли заказ не одну неделю. Вот. Ну ладно, давайте я сначала покажу, что я заказала по Фаберлик Лайк в предыдущем каталоге. И я решила взять колготки из хлопка с компрессионным эффектом для своей мамы. 150 ден, зима близко. И, если честно, уже ничего не привлекает. У меня от Фаберлик есть абсолютно все. Я могу открыть это, показать вообще, что как и к чему. Потому что, ну, как я уже сказала, это для моей мамы. Я взяла большой размер. У меня мама невысокая, но у нее большой животик. Поэтому я решила взять размер побольше. Мне нравятся именно такие вещи от Фаберлик. Типа всякие носочки я там брала. И колготки, они носятся дольше, действительно, чем обычные магазины. Очень комфортные швы. Ничего нигде не перетягивает, не колется. И поэтому, я надеюсь, все будет хорошо. Все это хорошо тянется. По ощущениям, конечно, не самые приятные. Но зато они хлопковые. И, надеюсь, будет нормально все дышать. Ну, к качеству претензий нет. Обошлись, кстати, они мне. Сейчас найду чек. В 225 рублей вообще весь заказ высыл. Вышел на 1670 рублей. В каталоге они стоят 599. Колготки сейчас не дешевые удовольствия. Если вы зайдете в магазин, там, в принципе, более-менее примерно такая цена. Но там бывают акции, там 30% скидка и так далее. И, ну, можно купить дешевле на самом деле. Но меня устраивает качество Фаберлик. И поэтому периодически беру. Тем более, нужно было куда-то реализовать этот Фаберлик лайк. Дальше. Я даже не знаю. Давайте загляну в 15-й каталог. Он уже сейчас действует. Я заказала, наконец-таки, пробник вот этой зефирки. Пробники стоили, по-моему, рублей 50. Сейчас они с какой-то скидкой там на сайте. Так, так, так. 50 рублей должен быть. Парфюмерная вода Galaxy, S&TL, Hesperit и еще один. Вот он, зефирка. 40 рублей стоило. Чуть подешевле. Сам аромат стоит 999 рублей. Но Фаберлик лайк. Там можно рублей, по-моему, его за 500 купить. По поводу аромата. Аромат мне, в принципе, понравился. Он действительно такой сладкий, гурманский. Но он сделан на дешевой базе Фаберлик. Эту базу я чувствую. Она меня душит. И поэтому я пролюмима этого аромата. Флакон, конечно, просто прелестный. Я бы хотела его в свою коллекцию. Но это действительно ощущается как дешевый аромат. База Фаберлик. Я ее прям терпеть не могу. Вот честно. Столько ароматов бы себе приобрела, если бы я не чувствовала вот эту базу на себе. Поэтому в пролете. Но оформление, конечно, они прям постарались. Дальше. В общем, кто не любит аромата Фаберлик, в сторону этого аромата тоже не смотрите. Я не ощущаю Фаберликовскую базу в Дезерабле. Я не ощущаю Фаберликовскую базу в Ринатах. И, по-моему, еще какой-то аромат был. Во всех остальных я ее чувствую. И мне прям тошно от нее становится. Дальше мы уже будем говорить о Биоси. Я решила, что прям так буду показывать. И начнем давайте с декоративки. Я заказала румяна в шариках и помаду. На вот эти все помады я посмотрела. 599 рублей. Цена тюбик ровно как от бархатного сезона. Поэтому просто не вижу смысла, зачем переплачивать. Тональные кремушки. Причем тут нужно смотреть объем 20 мл всего лишь. У Заришки Скрудж я уже увидела вот эти тенюшки. 299 рублей цена. Я тоже на них посмотрела. Но даже по фотографиям видно, насколько дешевая ужасная упаковка. Это прям какие-то тенюшки из 90-х. И, посмотрев ее видео, я, в принципе, убедилась в этом. Она заказала блеск для губ себе. Дальше у девочки прям в пункте выдачи я вот этот вот блеск для губ. Я не знаю, бальзам, как его понюхала. Очень-очень вкусненько пахнет. Тут нареканий нет. И где то, что я заказала, блин. Вот они уже пошли. Румяшки в шариках. Я взяла оттенок розовой мечты. Такс. И камера бесится из-за планшета. Поэтому я его пока уберу. 659 рублей цена в каталоге. Моя же цена была 527 рублей. Ну, согласитесь, не так уж и дешево. За 527 уже можно, в принципе, на румяшке Арифлэм поглядывать, которые очень хороши по качеству. Здесь без силиконов, парабенов. В общем, много громких слов. Сделано в Италии срок годности до 33 года. Ну, сухие продукты, знаете, я верю. Но впервые вижу компанию, которая дает 10-летнюю... Вот это вот срок годности прописывает 10-летний. Это что-то с чем-то. И, в общем, по поводу самих румяшек. Упаковка, конечно, дешма. У Фаберлик тоже есть румяна в шариках. То есть свои. Они хорошенькие. И оттенок, в принципе, нормальный. Но у Фаберлик они сияющие. Это нужно иметь в виду. Прям очень-очень сильно сияют. Упаковка тоже здесь дешевая. Но и цена у них была 359 рублей. Минус скидкой. То есть рублей за 280 я их приобретала. Здесь же цена уже 530 рублей. Это тоже нужно иметь в виду. Упаковка тоже дешевая. И мне оттенок понравился. Оттенок, конечно, офигенный. Румяшки хорошо распределяются. Они не залипают. Просто все замечательно. Я из-за ногтей не могу поймать шарик. И давайте я покажу оттенок. Надеюсь, получится. Надо было кисть принести. В общем, это такой холодный оттенок. Это меня Мурзи расцарапал. Так. Вот так давайте. И это такой оттенок, которым можно даже немного отконтурироваться. Если я пользуюсь этими румяшками, я уже не наношу бронзер или скульптор. Я вот сегодня весь день с ними хожу. И я довольна, с одной стороны. Но аромат. Зарина уже ругалась по этому поводу. У нее вообще чем-то протухшим пахнет. А для меня же это запах семечки. Взять шелуху от старых семечек. Вот эту пыльную. И вот такой аромат. Это прям... Это ощущается при нанесении. Это ощущается после нанесения. В течение, наверное, нескольких минут. Потом аромат пропадает. И, слава богу, это уже можно как-то носить. По ощущениям, здесь как будто какое-то масло в составе, что ли. И, возможно, вот это масло и дало такой аромат. Не могу сказать, что это прям что-то тухлое. Но это такой пыльный запах. И есть вот этот запах подсолнечника. Вот. Поэтому смотрите сами. Если вы очень чувствительны к ароматам, я не советую присмотреться. Но оттенок, конечно, офигенский. Просто очень понравился оттенок. Но советовать не буду, потому что что-то у них с запахами творится. Давайте следующее, что я приобрела. Это помадка. Помаду я решила попробовать просто дешевую. Потому что цены я не понимаю, за что они прям такие большие. И это матовая питательная губная помада. Оттенок я взяла темный орех. Потому что остальные оттенки меня вообще никак не привлекли. А коричневый это уж как обычно мое. И давайте посмотрим. Опять нарекания. Зарина говорила по поводу сроков годности. И я тоже сразу пришла на СПО, посмотрела срок годности. Знаете, когда вы берете продукт, хотелось бы, чтобы он выдерживал хотя бы годик. Почему годик? Потому что после вскрытия все эти продукты, они 12 месяцев должны быть годны. Здесь срок годности 02-22. То есть ему осталось жить 4 месяца. 4 месяца для кремового продукта. Мало того, что кремовый продукт, он в принципе быстро портится. Но здесь его еще и привозят уже не самым свеженьким. Дофига всего написано. Оттенок 35,18 артикул. И это помада, которая действительно питательная. Я ее носила. Я ее как получила сразу, весь вечер носила дома, потом на следующий день. Но, конечно, на улицу я с ним не вышла, потому что масочный режим и оттенок нереально темный. Это коричневый, причем не классический коричневый. Здесь нет рыжинки, здесь нет краснинки. Это тупо коричневый оттенок. Такой холодный, я бы сказала. Не всем подойдет. У меня муж, когда увидел, мне сказал, что ты годка. Но зубки выбеливает. Это мне понравилось. И знаете, эта помада действительно питательная. Но не совсем адекватно было писать, что она матовая. Она на губах вообще не выглядит матовой. Это прям такой глянец у вас на губах. Видно, что такая хорошая увлажняющая помадка. Но матовая в каком месте, я вообще не представляю, кто ее оценивал таким образом. И опять-таки по поводу аромата. У меня, так как я фанат гидролатов, я люблю пить чай. Это какая-то травка. Я не знаю, какая. Не всем понравится, но пахнет травой. Лично для меня какой-то отдельный, конкретный. У меня вот по-любому либо чай, либо гидролат с таким ароматом был. После нанесения вы чувствуете вкус. Вот этот вот запах у вас во рту есть. Поэтому, если вы не можете носить помаду с привкусом, то в эту сторону не смотрите. Помада мне досталась за 191 рубль. Темный орех оттенок. И когда я увидела срок годности, я попросила девочку, а могу ли я сразу вернуть этот продукт. Она попыталась при мне вбить. У них там специальная программа на возврат. И этот продукт вернуть нельзя. Как она объяснила, что, возможно, это из-за того, что нет слюды. То есть, те продукты, которые не заслюдированы, и на которых не видно, что его не открывали, то вернуть нельзя. Соответственно, изначально биоси уже делают продукцию, которая невозвратная. Так что ли? Если кто в этом прям 100% разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что это важный вопрос. Очень многих смутил аромат. Тем более, для многих это реально аромат чего-то протухшего. И, соответственно, зачем покупать что-то и получать что-то протухшее? Я не понимаю. А срок годности у продуктов действительно очень печальный. Прям очень печальный. И многие бы, наверное, хотели вернуть. Поэтому, пожалуйста, напишите, кто вообще в курсе, кто разбирается. Я уж решила, раз не получилось. Ладно, 191 рубль. Оттенок это как бы моя вина, если я мне там, например, оттенок не устроила. Но меня смутил срок годности. Срок годности у продукта, вот когда вы его только купили, он должен быть хотя бы в рамках того, что здесь указано. Вот 12 месяцев, значит, пусть он будет до октября следующего года. Почему я должна получать продукт, который действует только 4 месяца? Я его не вскрывала даже и не могла вернуть уже изначально. Это что такое? Это совершенно неправильно, я считаю. Вот, дальше. Я заказала еще один продукт. Я не знаю, смогу ли я его найти сейчас в Каталонии, но я постараюсь. Я там уходовые продукты смотрела, но в итоге мне ничто не привлекло. Я взяла только вот этот очищающий энзимный пилинг, который мне обошелся в 239 рублей. Ну, с 20% скидкой. У меня просто есть энзимный пилинг от Фаберлик, и мне он очень нравится. У них его в линейке Эксперт. И он прям до скрипа очищает кожу. У меня аж голос ломается, я очень давно не снимала. Вот. И когда у меня воспаление, он эту кожу прям успокаивает. Я от него кайфую. Там надо прям, ну, я не знаю, даже не полграмма, а вот совсем вот копюлечку, пару крупиц, чтобы он очень хорошо распенился, разнесся по лицу и очистил кожу до скрипа. Поэтому мне понравилось. И я взяла еще на подарок. Здесь уже все заслюдировано. И спасибо им за это. И так как это подарок, я вскрывать не буду. В принципе, эти штучки, они есть у корейцев. В корейской косметике, скорее всего, от них это даже и пошло. И, надеюсь, этот продукт ничем не воняет, потому что оно взято не для себя. Все, поехали по ароматам. Я взяла те пробники, которые, в принципе, были в наличии. Там постоянно все не было в наличии. Потом через 5 минут что-то появлялось, потом обратно исчезало. Ну, ладно, что урвала, то урвала. Давайте первый аромат. Это хисперид вот этот вот. И это парфюмерная вода. Нужно обратить внимание, что объем здесь 30 мл, а не 50, как мы привыкли у Фаберлик. У Фаберлик, по-моему, да, почти все по 50 мл. Если у них уже идет 30 мл, то, соответственно, и цена там другая. Здесь же 799 рублей. Пробник стоил 50 рублей. Ну, минус скидка, слава богу, вроде должна скидка пройти. А нет, на тестеры скидка не действует. 50 рублей. Вот. И где этот? Вот этот вот аромат. И могу сказать, что это просто классический цветочный аромат на тоже недорогой базе. Это что-то недорогое. Действительно, аромат ощущается рублей на 300. Вот так вот. Я даже могу сказать, что за 300-400 у Bracard можно найти круче ароматы. Поэтому, ну, не впечатлил. Совершенно не впечатлил. Просто самый обычный цветочный аромат. Без прибабахов. Дальше. Это у нас Essential. Essential. Я не знаю, как правильно его называть. И это... Он сейчас на мне уже повторный. Я его вечером носила. Это цветочный зеленый. Возможно, здесь есть какая-то фруктовая нота. Неплохой аромат. Действительно неплохой. Но здесь есть также, я даже не знаю, как будто мыльное что-то. И ощущение, что просто я помылась вкусным гелем для душа. Но гелю для душа мыльные ноты простительные. А вот аромату за 1799 рублей за 50 мл. Нет. Он, опять-таки, ощущается весьма бюджетным. Дальше. Последний аромат. Это Galaxy. 30 мл. 799 рублей. И он меня уже удивил. Потому что это восточный аромат. Я не знаю, как он тут заявлен. Олицетворение элегантное. Это бла-бла-бла. Ладно. Теплые ноты амбры. Ваниль. Белый мускус. И это восточный аромат, который уходит в сторону эликсиров от Ифраше. Если вы знакомы с Ифраше, то, в принципе, наверное, понимаете, о чем я. Он тяжеленький. Он даже может уходить в сторону унисекс, наверное. То есть я не удивлюсь, если я его услышу на мужчине. И аромат действительно хотя бы достоин своих денег. Вот. Здесь я не ощущаю дешевую базу. Но просто этот аромат грубоват для меня. В нем есть такая не то чтобы травянистая даже, а пряная какая-то нотка. И, соответственно, ну я такие ароматы крайне редко ношу. Вот эти пряные ноты должны быть очень сильно разбавленными чем-то прям сладеньким, чтобы я их смогла на себе носить. Но здесь нет. Просто не мой аромат. Но могу его похвалить. Я не чувствую здесь дешевые базы. Цена хотя бы нормальная. И у него самая лучшая стойкость из всех. Essential самый такой выветриваемый. Ну и, по сути, вот эти два, первые два, которые я вам показала, они достаточно быстро выветриваются. А вот этот хорошо так продержался. Что-то у меня еще бы удыхается. А, это подводка. Зеленая подводка Glam Team. И, ну, не знаю, что меня пробило. Что-то я держалась-держалась. Были по 199 рублей. Я решила себе взять. А 159 рублей цена для подводки это хорошо. Я зеленую ранее брала в подарок для своей подруги. И она осталась довольна оттенком. Тем более у нее, знаете, такие желто-зеленые кошачьи глаза. Поэтому я не удивлена. Но меня осенью очень сильно пробивает на бордо и вот на зелень всякую. Поэтому решила, что я себе возьму. Держалась, но не удержалась. И давайте посмотрим оттенок. Вау! Оттенок клевый. Камера, интересно, покажет эту зеленцу? Блин, надеюсь, покажет. Это такой насыщенный зеленый. И он, когда высыхает, темнеет еще вдобавок. У меня есть коричневая подводка. Как раз-таки вот такого примерно цвета. И она мне, в принципе, понравилась. Но она не позволяет себя наслаивать. То есть, когда вы рисуете стрелки, вы ее должны сразу нарисовать. И убедиться, что вас устраивает толщина, длина. Потому что, если вы захотите что-то там дорисовать, уже не получится. У вас первый слой сдерется вот следующим нанесением. Поэтому сразу же просто быстренько нарисовали, что хотели. И получите стрелку, которая, в принципе, продержится весь день. Главное, ее не трогать. Там не тереть и так далее. Это не самый стойкий продукт. Нужно носить аккуратно. И тогда он вообще никаких проблем не создаст. И не растекается эта подводка. Даже если у вас глаза слезятся. Она, скорее, просто стирается. Она немного пленкой, что ли, ложится в этом плане. И для меня это намного лучше, чем если бы она растекалась. Потому что получить зеленые разводы под глазами в конце дня мне бы не хотелось. Неплохо. Очень даже неплохо. Артикул 5687. У них еще есть розово-красное. Но я решила, что ладно. Мне не надо. В качестве акцента было бы интересно. Но неплохие подводки. Очень даже. Все, буду заканчивать. Я думала, у меня вообще на 5 минут видео будет. Но я разошлась, знаете ли. Делать заказ вот по этому каталогу я не буду, если у меня не появится Фаберли Клайк. Вот честно. Я из-за этого с вами каталог не смогла полистать, хоть и обещала. Но заказ я получила вчера, в пятницу. Сегодня суббота я снимаю видео вечером. И сегодня же я планирую его выставить. И то есть я получила в пятницу. То есть 5 дней уже действует 15-й каталог. А я только по 14-му заказ получаю. Ну, свинство на самом деле. Ну, это ненормально, я считаю. С Фаберли Клайк у многих проблем. Еще говорят, что он в принципе пропадет. Не будет Фаберли Клайк. Если они альтернативу какую-то не придумают этой программе, то я в принципе, наверное, Фаберли Клайк буду крайне редко заказывать. Либо же буду ходить в пункт выдачи сразу же. И там через владельцу этого пункта себе брать то, что нужно. Она со скидкой спокойно отдает ей баллы, ей какие-то клиенты и так далее. Поэтому я думаю, она мне в этом не откажет. Вот, все-все-все. Напишите, пожалуйста, знакомились вы с Биоси или нет. Потому что это прям пик какой-то. Я так понимаю, многие оказались недовольны этой маркой. И главное, напишите, как вам ароматы. Потому что вот тот блеск шайбочка, который я понюхала, действительно очень вкусненько, сладенько пах. А вот с этими двумя продуктами мне как-то не свезло. Ну, я так понимаю, не только мне. Вот, поэтому буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Спасибо огромное за просмотр. И всем пока-пока.